Это событие можно сравнить со строительством новой дороги, так говорят жители улицы Земнухова, о прокладке канализационного коллектора. Луиза Шалаева уже больше 20 лет живет в Соболевке. Говорит, этот район курорта многие сравнивают с селом, в частности из-за отсутствия канализации. Это был поселок, теперь все усовершенствуется. Вот сейчас делают канализацию, нам это очень нравится. Мы очень довольны, мы очень рады. И мы надеемся, что мы скоро очень подключимся к канализации, будем исправно платить. Подрядчики уверяют, подключить к новому коллектору дома на Земнухова можно будет уже через неделю. К этому времени завершится первый этап строительства. По поручению главы Анатолия Николаевича Пахомова, администрации Хочинского района проводится и подключение и канализование абонентов, которые находятся в микрорайоне Соболевка. Подключено уже более 55 домов. На сегодняшний день построено уже более 300 метров канализации. Это найдет от улицы Пятигорской до улицы Молодогвардейской по Земнухово. То есть на сегодняшний день жители, которые проживают по улице Земнухово, должны уже осуществлять врезку в эту канализацию и идти в водоканал за получением технических условий. Этот коллектор доведут до соседних улиц Пятигорска, Лизы Чайкина и Олега Кашевого. А затем жителям этой части Соболевки нужно будет самостоятельно осуществить врезку своих домов, но уже по упрощенной схеме. После получения технических условий мы разрешаем всем жителям, имея технические условия на руках, самостоятельно подключаться к канализационной сети и после этого заниматься процедурой оформления документов. Никаких штрафных санкций за это мы налагать не будем. От жителя требуется одно – сообщить нам о том, что он подключается, либо подключился. Дать нам свои координаты и потом параллельно уже заниматься узаканиванием данной врезки. Упрощенная схема действует на курорте с марта этого года. К примеру, этой возможностью уже воспользовались почти все многоквартирные дома на улице Молодогвардейской. Правда, некоторым домовладельцам представители администрации района и водоканала вынуждены были долго объяснять, что им предоставляется уникальная возможность улучшить качество жизни. Причем не только своей, но и соседей, да и курорта в целом. К примеру, жильцы дома 2Б-3 упорно доказывали экологической комиссии, что у них с очисткой стока все в порядке. Никакого нарушения природоохранного законодательства нет. Проверки, как утверждают в администрации района, показали обратное. Отсюда вот сливается, уже должна сливаться очищенная вода. Нарушена технология. Здесь может быть лоз предназначен для определенного количества жителей, он там рассчитывается из среднесуточного потребления воды. А по факту используется намного больше. В итоге было принято решение ограничить подачу воды в дом, но и эта мера воздействия не дала результата. В очередной приезд комиссии дело дошло до рукоприкладства, в дело вмешалась полиция. Правда, сейчас у людей нашлись и средства, и возможности, чтобы подключить свой 80-квартирный дом к коллектору. Кстати, до точки врезки было всего 10 метров. Теперь жителям необходимо узаконить свой участок трубы. Борьба с незаконным сбросом неочищенных стоков на рельефы в реке идет сейчас во всех районах курорта. На данный момент уже подключено к центральной канализации свыше 2000 абонентов. Завершить эту работу в мэрии планируют до конца этого года. Игнорировать требования природоохранного законодательства, говорят в администрации города, не удастся никому. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.